Привет, друзья мои! Сегодня я не буду вам рассказывать сказки у костра. Сегодня я буду делиться с вами своим открытием вот этой чудной штуковиной, которая называется Non-Light PowerTube 2.6c. А штуковина эта действительно удивительная. Давайте же я расскажу про нее подробнее, потому что я в прошлом видео обещал вам про нее рассказать. Итак, что же это за такая штука? У ребят из Recrow оказалась линейка света, с которой я раньше никогда не работал. Фирма Non-Light. И я вам скажу, что мне очень понравилось. Это я так забегаю вперед. Это линейка PowerTube. Похожие приборы на Astero. Это самый младший представитель этой линейки. PowerTube 2, вторая, видимо, версия. Это малыш, по сути, заменивший мне на камерную LED-панель. И эффектный свет, потому что его можно очень много где использовать в стесненных обстоятельствах. А вот его старший брат. О нем мы будем говорить отдельно. Я не буду мешать в одну кучу два этих прибора, потому что он заслуживает совершенно отдельного обзора. И я об этом обязательно сделаю отдельное видео, потому что я просто в восторге. Итак, давайте вернемся сейчас к младшенькому. Non-Light PowerTube 2.6C. Мне просто очень сложно запомнить это название, поэтому я вам тоже его повторяю. Итак, что же это такое? По сути, это маленькая Astero с аккумулятором. РЖБшная и белая. Причем белый мы меняем по цветовой температуре от 3200 до 7500. Что уже немножко даже больше, чем мне надо. Почему она мне так понравилась? Во-первых, потому что она действительно маленькая и очень неплохо наваливает. При температуре 5600 она выдает 520 люмен. Что для ее размерчика очень достойный результат. И его можно использовать как полноценный световой прибор. Что мне еще понравилось? Что это не китайчик, с которым нужно бороться фильтрами минус грин. Что такое минус грин? Многие дешевые светодиодные приборы зеленят. Вы наверняка сами это знаете. Практически весь ноунейм зеленит. Вот это не ноунейм. Это профессиональный прибор и он выдает настоящий цвет. И причем еще больше, я вам скажу. Его можно подтянуть к вашим приборам, которые зеленят. Или наоборот уходят в мадженту. Потому что у него в белом и во всех его режимах есть регулировка. Плюс грин или плюс маджента. То есть если у вас есть уже парк дешевого света. Вы можете использовать их одновременно. Вы можете его загрубить, добавив зеленого или наоборот мадженты. То есть он очень-очень универсальный. В его характеристиках в CRI указан 95. И это очень похоже на правду. Потому что некачественный светодиод видно в принципе опытным невооруженным взглядом. И вот тут я смотрю, что очень неплохо он светит. Ну как раз в зеленку как минимум в нуле он не уходит. Если вы его намеренно туда не загоните. Поэтому мне понравилось. Во-вторых, потому что его можно использовать как на камерный свет. Я его грипповал на Magic Arm. Вот таким вот образом. Единственное, что клемпика у меня не было. Потому что я его грипповал на клетку камеры. И это было очень неплохо. Вот таким вот образом. Очень мне понравилось, ребят. Правда. И размер его мне в общем-то тоже в большей степени понравился. Потому что большие его братья 30С. Это стационарный прибор. А этот малыш имеет очень гибкие возможности по его использованию и в стесненных условиях. И как эффектничек. Добавить немножко света где-то в темных углах не имея возможности. Я грипповал его в разных местах. Очень комфортно. Дальше. Почему я в таком восторге? Кроме использования его в качестве обычной LED панели. У вас есть еще куча творческих возможностей. Кроме того, что он еще выдает вам RGB. Вот у него есть еще волшебные режимы автоматизированные. То есть если вы хотите каких-то вкусняшек. Здесь есть. Давайте я немножко по диммеру его собью. Потому что наваливает он. Ох, как хорошо. Я не ожидал, что он будет такой хороший световой поток давать. Ровненький, равномерный. Причем еще прикол в том, что вы можете световой поток регулировать просто положением прибора. Потому что он в горизонте и в вертикале дает совершенно разный рисунок. Светотеневой рисунок. Итак, что же у него за вкусные режимчики есть? Ашесай. Это регулировка во всем диапазоне цветового круга. По сути, вы можете по цветовому кругу выбрать любую точку. То есть любой цвет сформировать нужный вам. И попасть в этот нужный цвет. Если вы пытаетесь попасть в какую-то цветовую схему. И добавить вам нужно именно цветного света. Вот с этим прибором это очень легко сделать. Дальше. Вкусные режимы. И вот здесь автоматических режимов достаточно много. Причем они настраиваемые. Вот режим диско. Но я вам покажу режимы, которые я использовал. Это режим... Веддинг называется. Симуляция фотовспышек. Если вам нужно сымитировать большое количество фотографов, которые пыхают пышками. Это очень легко сделать с этим режимом. Дальше. Вот этот очень вкусный режим мне понравился. Это режим шторм. То есть он имитирует вспышки молнии. Если правильно его расположить, чтобы на лицо от окна попадал от свет. То этот режим очень вам поможет показать такой матерый дождь. Звук, естественно, поможет вам тоже добавить антуражности и фактурности. И что мне нравится, это нерегулярность вспыхивания вот этих молний. Он нелинейно вспыхивает. И это не выглядит неестественно. Вот можете посмотреть сами. А прибор работает по какому-то своему прописанному алгоритму. И это не выглядит просто вспышками света. У него разные длины паузы, разные вспышки и так далее. Вот нелинейность работы этих эффектов мне как раз и понравилась. Особенно вот этот вот шторм. Его я уже использовал. Мне это помогло. Этот режим я использовал в самом начале прошлого видео. Такую сделал заманушечку. Мне самому что-то захотелось так сделать. Но, тем не менее, я вам скажу, что даже режим мигания вот этих мигалок полицейских, он тоже настраивается. То есть вы можете менять скорость здесь и так далее. В общем, по разным режимам тут есть чем поиграться. И компактность. Компактность, мощность светового потока. В общем, я просто в восторге. Давно не было такого, чтобы я хотел себе какую-то игрушку. Вот эту игрушку я себе хочу. Единственный минус, который я нашел в этом приборе, то что у него заявленное время работы 65 минут. По факту у меня получилось на полном накале минут 40 и он потух. Ну, единственное, теперь я знаю об этом. И это уже, в общем, для меня небольшая проблема. Почему? Потому что питается он от пауэрбанка или от сетевой зарядки, от обычной USB Type-C. И при питании внешнем вы можете светить им неограниченное время. То есть, если вы работаете на выезде, вы знаете, что у вас есть на приборе 40 минут. И потом либо нужно подкинуть на него пауэрбанк, и он в режиме зарядки уже тоже работает. И пауэрбанк уже даст вам какой-то уже большой запас по времени. Либо просто вовремя заряжаться. Это я катастрофическим минусом не назову. Но мне бы, честно говоря, хотелось побольше времени работы. 40 минут достаточно для какого-то сета длинного записать интервью. Тем более, что если вы особенно на DSLR пишете, у которых 30 минут ограничения, то тут, в общем-то, не беда. А дальше можно подкинуть пауэрбанк. Ну, теперь я об этом знаю, поэтому такую штуку можно победить. По сути, больше у меня к нему претензий нет. Мне очень понравилось, что он гриппуется на обычную резьбу 1,4. То есть обычным конгрессником вы его можете клемпом или еще где-то чем-то присобачить практически в любое место. Еще один прикольчик. Вот эти вот ребра, на которых он ложится, когда вы его кладете на поверхность, эти ребра магнитные. То есть вы можете к металлической любой поверхности его примагнитить. Это тоже хорошо, потому что если на то пошло, вы можете на металлический какой-то свой клемп его подвешивать тоже в любом месте. Или приклеивать где-то на двухсторонний тейп металлическую пластину, на которую уже и вы будете подвешивать. Что мне еще не очень понравилось. У его старших братьев регулировки происходят крутилками. Здесь же регулировка на маленьком экранчике. Кстати, вы видите его настройки. И регулировка происходит кнопками. Вот это происходит долго. То есть пока вы от 0% до 100% например диммера пробежите этими кнопками, это занимает какие-то пару секунд. Вот не катастрофа тоже, но хотелось бы, чтобы это произошло быстрее. И экранчик. Экранчик здесь нужен действительно. Это правильная функция. Но для меня он маловат. Яркость нормальная. Его видно даже на солнце, хотя на солнце можно было бы ярче. Просто он для меня маловат по размеру. Вот мне бы хотелось его размером побольше. А так, в общем-то, я в восторге. Поэтому я спешу поделиться с вами этой штукой. И дальше я еще продолжу исследовать большие его родственники. Паватюб 30С. Потому что их потенциал я еще пока не открыл. Я уже их использовал. Причем использовал уже и в интерьере, и на натуре. Почему на натуре? Потому что у них есть тоже аккумуляторы. И я пока нашел у них и сильные стороны. Пока нашел какие-то нюансы, которые я не знаю, как пока победить. Но я с ними буду дальше играться. Потому что мне эта серия понравилась очень сильно. Так что я с вами, друзья мои, своим открытием поделился. У меня, честно говоря, открытий бывает немного. И сейчас я прям вот на эмоциях весь. Поэтому с радостью делюсь с вами этой информашкой. И буду продолжать это исследование нонлайтовского света. Потому что задатки я вижу у него очень-очень даже неплохие. С той же Астерой он может потягаться вполне даже конкурентно. Во всяком случае, заменителя вот этому приборчику я пока не вижу. Если для 30С можно взять более дорогую Астеру, но по сути функционально она заменяет полностью там Павотюб. По цене, конечно, он побеждает ее Астеру очень сильно. То вот этому малышу я пока конкурентов не вижу. Есть у Апутюры маленький, но он плоский. А тут мне как раз очень нравится его продолговатая форма. И вот в этом виде я ему конкурентов не нахожу. И понравился он мне больше, чем Апутюр. Как минимум световой поток у него гораздо больше. И функционально там есть тоже какие-то там полицейские мигалки. Но как рассеивается свет от этого прибора, мне тоже понравилось больше. Посему вот прям у меня вот куча большая такая эмоций, с которыми я с вами вот и делюсь. Так что мой вердикт именно таков. Штука чудесная, очень интересная. Поэтому если где-то встретите ее на пути, обязательно потестируйте. Я просто уверен, что вам она тоже понравится. Спасибо, что были сегодня со мной. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. И будем делать новые интересные видосики. Вот как минимум потестируем еще старших его братьев. И потестируем уже в студийных условиях. То есть поставим свет, поставим рисунок. Потому что на работе я их уже потестировал. На работе у меня уже в общем есть какие-то свои впечатления. Дальше с ними еще поработаю. И буду делиться этими впечатлениями с вами. А там, глядишь, еще какие-нибудь видосы новые интересные попадутся. С вами был Сергей Блинов на видео Зону Excel. Задавайте ваши вопросы в комментах, если вдруг что-то вам интересно или хочется обсудить. Счастливо, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok